Израиль с Моисеем Если кратко говорить, Господь обязуется благословлять Израиль, если тот будет ему послушен и наказывать, если не будет послушен. Впрочем, кстати, замечу, что и то и другое явление является действием непосредственно Бога, ибо оно направлено не на уничтожение, а на исправление. Почему? Потому что это соответствует главному плану Божьему. Смотрите. Договор с Авраамом показывает нам, что человек должен жить верой. Договор с Моисеем показывает нам, что жить верой без помощи Божией, без его участия в нашей жизни невозможно. Он рисует нам стандарты Божьи и показывает нам, что соответствовать этим стандартам человеческими усилиями нельзя. И это главная его цель. Указать человека на его состояние виновности перед Богом. Израиль, в соответствии с договором, со своей стороны обязуется делать и слушать. Интересно для тех, кто исследует еврейские священные писания, здесь мы говорим о том, что определено в иудаизме, как на Сеунишма. Не буду углубляться в это, это есть в моих уроках, посвященных недельным главам. Другими словами, Израиль обязуется узнавать, чего хочет Бог и исполнять его требования. И таким образом реализуется избранничество Израиля в этом мире, когда он становится светом для всех народов. Кстати, хорошо бы здесь разобраться с вопросом, насколько Израиль справляется с этой задачей. Некоторое время назад я думал, что не очень хорошо, но на самом деле сегодня я считаю, это мое личное мнение, что Израиль стал таковым светом. Несмотря на то, что он отверг Мессию, несмотря на то, что в результате многих грехов был рассеян, несмотря ни на что, Израиль стал светом в этом мире. Я подчеркиваю, стал, а не станет или был. Почему? Потому что сегодня мы с вами знаем, что Израиль выжил, несмотря ни на что. Сегодня мы с вами знаем, что во всем мире очень многие люди поклоняются Богу Авраама, Ицхака и Якова. А значит, знают его. Сегодня в христианской среде читается Библия от первой до последней буквы, написанной еврейской рукой. Сегодня во всех христианских церквях поклоняются Богу через Иисуса Христа, Мессии Израилева, рожденного как еврей по плоти, жившего как еврей и умершего как еврей. Сегодня Бог продолжает исполнять свои пророчества, которые еще сто лет назад нам казались неисполнимыми, которые трактовались иносказательно, возвращая евреев в землю обитованную, благословляя их здесь, благословляя в состоянии войны, даруя победы над врагами, даруя процветание еврейскому народу. Но не потому, что Израиль такой хороший. У Израиля такой Бог, который, несмотря на глубокую деградацию духовную еврейского народа, продолжая быть верным своим обещаниям, исполняет все то, что он задумал. Именно поэтому Израиль продолжает быть избранным народом. Сейчас, когда все это происходит с еврейским народом, задайте вопрос. Это невозможно, если с ним не Бог. Невозможно существовать государству 70 лет воюя, если с ним не будет Бог. Невозможно построить процветающую экономику в состоянии войны, если не будет Бог это делать. Это не Израиль такой хороший. Это у Израиля такой Бог. Именно поэтому Израиль продолжает быть избранным народом, исполняя свое предназначение, оставаясь светом этому миру. Но вернемся к теме заветов. Хочу обратить ваше внимание на ключевые ошибки, которые допускают. Во-первых, как я уже и говорил, появление нового союзного договора не отменяет предыдущий, который был с Авраамом, который, как я и сказал, был безусловным, то есть не имел никаких условий для Авраама, и который называется священным писанием вечным. А значит, несмотря на то, что Израиль не был послушный и несмотря на непринятие Мессии, Бог продолжит выполнять эти обещания. Во-вторых, множественное количество раз, пророчествуя о грядущих наказаниях Моисея, другие пророки, Бог говорил о том, что несмотря ни на что, Израиль не будет окончательно отвергнут. Не будет уничтожен. А значит, рано или поздно Израиль и Господь будут вместе и будут уже навсегда. Лучшей иллюстрацией этого есть в книге пророка Осии. У меня есть библейский урок, посвященный этой теме. Если кто-то из вас хочет, вы можете посмотреть. Но главное скажу, что подобно как пророк возвращал себе эту женщину, ставшей его женой, многократно после того, как она прелюбодействовала, совершала кучу разных грехов, возвращала и возвращала к себе, так и Господь возвращал, возвращает и будет возвращать Израиля, несмотря ни на что. И вот, наконец, приходит момент, когда мы должны поговорить о взаимоотношении или взаимосвязи союза Авраама и союза со Христом. Когда Мессия пришел в этот мир, он принес новый союзный договор, завет. Этот договор заключается между людьми уверовавшими и Богом. Посему подобно завету с Авраамом ключевым вопросом, фактором здесь является вера. Коротко, условия этого договора можно выразить так. Бог обязуется спасти от грехов всякого, кто поверит Мессии Иисусу и раскается в своих грехах. Человек обязуется быть послушным Мессии и исполнять его волю. Какова здесь связь? Ну, во-первых, безусловно, и так Павел толкует эти слова. По сути, приход в этот мир Мессии является исполнением договора с Авраамом. Некоторые, правда, пытаются трактовать это, говоря, что после того, как Израиль дал этому миру Мессии, то есть договор был исполнен, закончен и больше не имеет отношения к Израилю. Я не могу согласиться с такой трактовкой, хотя бы потому, что я вижу пункты в этом договоре, которые не были исполнены. В частности, например, пункт по отношению к земле, которая должна принадлежать Израилю, а значит, он должен быть еще исполнен в будущем. Павел раскрывает в послании к римлянам, что обещания, данные Богом Аврааму, открываются для язычников, благодаря тому, что Иисус сделал. Иисус принес на землю спасение от грехов, и спасение без него невозможно. Однако мы должны понимать, что спасение – это не единственное действие, которое Бог совершил здесь на земле. Господь совершал, живя здесь, то, что называют теку нулям, в дальнейшем это совершала церковь, то есть исправление этого мира, действие, направленное на устранение того, что в этот мир привнес грех. Господь совершил искупление. Опять не буду говорить об этом подробно, у меня есть аж два урока. Искупление просто о сложном и Геула – искупление. Вы можете их посмотреть. Скажу главное, что это действие по установлению Царствия Божьего на земле. Посему мы должны понимать, что спасение – это не основная цель, а это скорее метод, с помощью которого Бог достигает своей главной задачи, а именно установление Царства Божьего. На самом деле здесь мы обнаруживаем конфликт. Немало риересей родилось по тому факту, что с одной стороны мы находим на страницах Священного Писания, что вот это грядущее Царствие Божие – это царство, в котором царит Израиль со своим царем Мессией. И каким-то образом, не очень, правда, понятно каким, но присутствует здесь однозначно церковь, как привитая к Израилю, как в трактовке Павла. С другой стороны, ничто без Христа, ничто нечистое, ничто, не принявшее вот эту мессианскую функцию Машеха, функцию по спасению, не может войти в Царствие Божие. Как свести вместе два этих противоречия, породивших немало ересей? Смотрите, я думаю, что на самом деле все не так сложно, как это часто кажется. И если мы понимаем значение идеи остатка, то мы понимаем, как это может быть. Смотрите, когда еврейский народ выходил из Египта, вышли далеко не все евреи. В Писании есть намек, что только пятая часть вышла из Египта. Плюс вышли некоторые неевреи, которые также проявили веру, помазали косяки дверей кровью ангца и вышли вместе с еврейском народе. Надо этому посвятить отдельный урок. То есть, подобно как из Египта вышли не все, а некий остаток, только часть еврейского народа, подобно этому, только часть еврейского народа входит в Царствие Божие, благодаря тому, что Бог продолжает быть верным своим обещаниям, данным Аврааму и через пророков. Именно поэтому мне очень странно слышать среди христиан идею, что Бог изменил, отменил, переделал. Выбирайте любое слово, свой завет с Авраамом. Ведь если Бог нарушил этот договор, то где гарантия? Как мы можем быть уверенными, что и свой договор со Христом он не нарушит? А тогда в чем наша надежда? В заключении краткий итог. Завет с Авраамом, включающий в себя и Израиль, и Церковь, показывает роль веры во взаимоотношениях с Богом. Завет с Израилем является результатом обещаний, данных Богом Авраамом при заключении с ним договора. Показывает невозможность жить в вере без помощи Бога. Завет со Христом также является результатом обещаний, данных Аврааму при заключении с ним договора и дает такую возможность жить в вере благодаря Духу Святому. И тем самым открывает дверь к Царствию Божию. Еще пара тезисов перед тем, как я завершу свое рассуждение. О чем я хотел сказать, не буду говорить об этом подробно. Во-первых, об антисемитизме. Действительно, очень часто можно столкнуться, что на этой теме люди спекулируют. Это правда, как я прочитал у кого-то из исследователей. Однако, отрицать тот факт, что антисемитизм существует в том числе и в христианской, и я бы даже сказал в евангельской среде, неверно. Просто нужно понимать, что такое христианский антисемитизм. Я бы не скатывался ни к юдофобии, ни к тому, что любая критика в адрес Израиля воспринимается к антисемитизму. Нет. Если коротко, опять у меня есть урок, который называется Белам и Валаам, вы можете посмотреть там подробно. Но если коротко, антисемитизм в христианстве, это когда люди, имеющие завет с Богом, не оставляют Израилю право быть в завете так же с Богом, в завете, которому Бог продолжает быть верным. То есть их по каким-то причинам это не устраивает, и они это право отрицают. Вот, на мой взгляд, что является христианским антисемитизмом. Дальше. Мы должны понимать, что со временем, как я и говорил, взаимоотношения Израиля с Богом не улучшаются, даже наоборот, ухудшаются. В иудаизме есть такой термин «эцра-али-я-кофт», он символизирует собой все то плохое, что должно произойти с Израилем, в том числе в его духовном состоянии, перед приходом мессии царя. Но это, на мой взгляд, означает, что Бог верен своему обещанию данному Аврааму, и, несмотря на духовное состояние Израиля, продолжает в нем действовать, исполняя свои обетования, обещания и выполняя свой план по установлению Царства Божьего на земле, в котором будет Израиль с царем Мессией. И верующие в Ишуа уже после Вознесения или Воскресения будут вместе с ними там, как привитая ветвь. Вот это те мысли, коими я хотел с вами сегодня поделиться. До благословитого всех Господь! Шалом алейхим! Субтитры создавал DimaTorzok